Всем доброе утро! Здравствуйте! Артем Мазарин на мониторах означает, что мы начинаем свободную касту и прямо сейчас. Погнали! Свободная каста это рубрика, в который мы приглашаем интересных людей, знакомимся с ними и узнаем, какими же все-таки они обладают способностями, что они заявили, типа мы заберем у тебя деньги. Знакомьтесь, гость столицы из Москвы. Михаил, доброе утро! Доброе! Как себя чувствуете? Все великолепно, прекрасно. Так, редко кому я позволяю, но тебе сегодня можно, потому что мы с одного с тобой цеха, с актерского. Смотри, есть разные пьесы, по которым мы будем с тобой двигаться. Выбирай сам пьесу, которая тебя приведет к деньгам. Тогда будто этот нравится. Правильно сделал. Как звали одного из создателей старославянской азбуки? Это был первый вопрос. Таких вопросов у меня 5. За каждый правильный тобой данный ответ, ты вот получишь такой сертификат от наших партнеров, от High Tech Market. То есть, ты сегодня можешь заработать сразу 250 рублей. У нас есть такое правило, это застраховать сумму. Когда ты поймешь, что ты, допустим, выгол уже 100 и говоришь, мне хорошо, я страхую 100, но играют дальше. Понял, да? Да. Начнем? Да, конечно. Итак, тот самый вопрос первый. Как звали одного из создателей старославянской азбуки? Кирилл, Иван, Святослав, Святозар. Равноапостольные они еще. Один из них, а другой Мефодий. Кирилл. Итак, ответ, кто тогда? Кирилл. Ну, Кирилл, молодец. Это твои, держи. Первые заработанные страхуешь или дальше идешь? Дальше. Вот, теперь будем знакомиться. Давай, рассказывай, что ты там за актер-то в Москве? Ну, я провожу корпоративы, юбилеи, открытия магазинов и многое разное другое. Работал много, где именно в творческую сферу попал прям вот так вот. Ну, вот так вот, и мы переходим к вопросу номер два. Какой цветок является национальным цветком Японии? Магнолия, роза, хризантема или астра? Магнолия, хризантема, астра? Роза. Роза. Ну, ты точно, я думаю, что не роза. Молодец, да, вот это прям вот работает парень. Магнолия, хризантема или астра? Розу ты правильно убрал. Вот если бы тебе дали роль цветка? Да. Я бы был Магнолия, наверное. Хорошо, а я был бы правильным ответом. Ха-ха-ха-ха-ха. Действуй. Хризантема. Ну да, да. Конечно, это хризантема. Бери, это твой второй сертификат от хай-тек-маркета. У тебя уже есть 100 рублей. Что делаем? Страхуем или нет? Да я думаю, что пока что равно. Смотри, ты сейчас можешь проиграть, и я уже не буду подсказывать, у тебя останется полностью ноль. Если ты страхуешь, у тебя хотя бы 100 будет, и ты можешь дальше играть, проиграть, но у тебя хоть будет 100. Тогда страхую. Конечно. Работаем. Вопрос третий. Кто является автором романа? Три товарища, повествующим о трех друзьях, прошедших через войну. Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк, Ильва Густав Флобер. Флобер более известен. Я думаю, что я пойду от обратного, и мне больше всего нравится последний вариант ответа, это Флобер. Давай так, прежде чем ты уйдешь... Ты себя проиграл? Ну ты рядышком уже. Да, расскажи, где мы тебя увидим в каком фильме, в каком сериале скоро. Ну, пока что я не могу раскрыть, так сказать. Название не говори. Да, но это будет одна из таких интересных и ролей, и фильм, я думаю, что он зайдет. И может быть даже мы там с тобой увидимся. Вот я и мою тайну открыл. Да. Благодаря одному человеку, имя ей Анастасия, возможно мы будем в одном играть в фильме. Кто все-таки написал три товарища? Эрик Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй, либо Густав Флобер или Густав Флобер. Либо Густав Флобер. Эрик Мария Лемарк. Забирай, на. Что, правда что ли? Да, это твои еще 50 рублей от High Tech Market. У тебя есть 150 рублей. Я выиграл, то есть? Да. Пальцем в небо. Мне повезло. Я вижу, да. А правда четвертый. На флаге какой страны нет звезд? Венесуэла, Турция, Бразилия, Черногория. Еще раз. Венесуэла, Черногория. Турция, Бразилия. Венесуэла, Турция, Бразилия. Пока мой гость думает, вы наверное о задаченном вопросе. Что же за интересная карта у Мазара в руках? Ага, расскажу вам. High Tech разработали замечательную платформу High Tech Market. Эта карта позволит вам с легкостью приобрести себе мебель, строительные материалы, керамическую плитку. Замечательную моднейшую одежду, ну и вкусно покушать. High Tech Market у нас есть то, что вам нужно. А теперь отвечай. На вопрос. На флаге какой страны нет звезд? Венесуэла, Турция, Бразилия, Черногория. Отвечает гость из Москвы, Михаил. Бразилия. Ответ, я понимаю. Бразилия. Точно? Точно. Все. Бразилия, аплодисменты. Это круто. Это был неправильный ответ. Это, да, это Черногория. Это Черногория. И ты в Черногории уезжаешь с 100 рублями от High Tech Market. Это тебе. Спасибо большое. Аплодисменты. Это был Михаил. Это была свободная каста. Я знаю, что на флаге Черногории просто не хватает меня.